Сарапульский архив продолжает знакомить горожан с содержанием обзора деятельности Сарапульского городского общественного управления. Уникальный документ содержит сведения о том, как жил Сарапул 25 лет со дня введения городового положения 1870 года с 1872 по 1897 год. В этой серии речь пойдет об истории банковского дела в Сарапуле, началом которого принято считать 1894 год, год открытия Сарапульского отделения Государственного банка. Вот как это событие описывается в обзоре деятельности Сарапульского городского общественного управления за 25 лет, со дня введения городового положения. Таким образом, 18 апреля 1894 года в час дня после благодарственного Господу Богу Болебна, отслуженного местным преосвященным в присутствии представителей города, открыто в городе Сарапуле отделение Государственного банка. По поводу чего и посланы благодарственные телеграммы управляющему Государственным банком, министру финансов и вятскому губернатору. Хотя, если быть точными, необходимость в заемных средствах у сарапульских купцов и торговцев возникла за десятилетия до открытия Госбанка. И решали они этот вопрос своеобразно. До появления банков купцы сами кредитовали друг друга, давая деньги в долг знакомым и родственникам предпринимателям. Но в Сарапул часто приезжали предприниматели из других городов. Знакомых и родственников, готовых дать им деньги в долг, у них в городе не было. На помощь приходили ростовщики. Они давали деньги в долг под проценты. Уже в 1884 году в Сарапуле появилась первая частная судная касса. Почти одновременно с ней в городе возникли сберегательные товарищества. Вопросом открытия Госбанка занимались и члены Думы. Еще в 1884 году купец Федор Гаврилович Пешехонов выдвинул идею об утверждении в Сарапуле отделения Государственного банка Российской империи в связи с расширением торгово-промышленной деятельности в городе и уезде. С этого времени началась длительная переписка с Вятским губернатором, Министерством финансов по этому вопросу. Открытие Госбанка сыграло большую роль в развитии промышленности и торговли в городе. К тому времени Сарапул был одним из крупнейших и экономически развитых городов Прикамья. В Сарапуле размещались речной порт, склады, фабрики, типография и множество магазинов. Выгодное пересечение сухопутных и речных путей обусловило интенсивное развитие города как перевалочного и перерабатывающего центра для обширного региона. Именно в это время, согласно новому уставу Государственного банка, значительно расширились операции промышленного кредитования, что имело особую актуальность для Сарапульского уезда. Банк сыграл большую роль в развитии промышленности и торговли города, кредитуя всех крупных предпринимателей, держа денежные счета под контролем. До революции образ типичного банковского работника выглядел примерно так. Мужчина в нарукавниках, сидящий за большим столом. На столе счеты, чернила и журнал, в котором фиксировались все операции, произведенные за день. Первым местом расположения Госбанка в Сарапуле стало здание на углу улиц Нагорной и Вятской. Сейчас это улицы Гагарина и Раскольникова. А здание известно современникам как «Вечерняя школа». Это двухэтажный дом, городская управа выкупила у купца Красильникова за 5600 рублей. Но рост банковских операций, их увеличивающийся объем требовали специализированного банковского здания. Оно было построено за три года. В 1909 году Государственный банк переехал в это здание на углу улиц Нагорная и Троицкая. В наши дни это улица Гагарина и Красноармейская. В типологическом отношении это редчайший объект архитектурного наследия Удмуртии. Здание отделения Госбанка было построено по последнему слову техники. Большая кладовая, просторное помещение, приходной и расходный касс, обширный операционный зал, квартира управляющего и смотрителя. После Октябрьской революции 1917 года в банковской системе страны наступила полная неопределенность. В Удмуртии ситуацию усугубило антибольшевистское Ижевско-Водкинское восстание. При его подавлении большинство профессионалов банковского дела уехали в Сибирь. В те времена банковские хранилища грабили как красные, так и белые. Поговаривают, что всю денежную наличность отделения Госбанка в Сарапуле забрал при отступлении штаб 2-й Красной армии. Позже Госбанк объединили с национализированными коммерческими банками в Народный банк Российской Республики, который в 1920 году был ликвидирован. Лишь спустя два года работа банковской системы была вновь возрождена. В Сарапуле 1 сентября 1922 года состоялось открытие Водской областной конторы Государственного банка РСФСР. Исторический парадокс состоял в том, что по праву преемственности Удмуртская областная контора открылась не в административном центре Водской автономной области Ижевске, а в Сарапуле, который в то время входил в состав Пермской губернии. Просто Сарапул тогда обладал экономическим преимуществом, наиболее развитой инфраструктурой и наиболее подготовленными кадрами банковских работников. Через год, 24 сентября 1923 года, контора все-таки переехала в Ижевск, а в Сарапуле учреждение стало именоваться как Сарапульское отделение Удмуртской республиканской конторы Госбанка СССР. До 1950-х годов смена управляющих отделением происходила довольно часто, за это время сменилось 10 руководителей. С 1953 года по 1963 год управляющим банка был Афанасий Иванов. Вот что его сын рассказал о работе банка в те годы. Здание трехэтажное, внизу подвалы. Там жили раньше служащие, работники. А на втором этаже, вот с той стороны, четыре окна, четыре окна, которые там мы жили. Это были две большие комнаты с выходом на балкон, туда в сад, там был сад. Здесь раньше была конюшня, была одна лошадь, которая, значит, была, на ней ездили инкассаторы и собирали выручку из магазинов и предприятий. На втором этаже этого окна, там был сыновал. Сарапульское отделение Госбанка вело свою деятельность на территории города до 1988 года, до очередной реорганизации банковской системы. После чего в здании по адресу Гагарина 27 расположился расчетно-кассовый центр. На данный момент в нем находится отделение Почты России.